Если враг замыслил остановить нас, поставить на пути преграды, повлиять на жизнь негативным образом, он попытается это осуществить через разум. Ум — поле битвы, арена, где мы сражаемся за веру. Ее можно утратить или отстоять. Все зависит от наших помыслов. Необходимо знать, что самое мощное оружие дьявола — его предложение. Он — обвинитель братьев. Он прекрасно осведомлен, заставь человека думать определенным образом, и он начнет поступать соответствующим образом. Если заставить человека не обращать внимания на то, о чем он думает, заставить его не думать о том, что он думает, то можно внедрить какие-нибудь мысли в его ум, и это проявится в его жизни. Об этом знает дьявол. Настало время и нам об этом узнать. Тогда мы сможем управлять жизнью. То есть жить по Библии и перестать недоумевать о происходящих событиях. Сегодня мы рассмотрим именно этот сегмент темы о мышлении. В третьей главе послания Колоссиным, в первом и втором стихе, прочитаем вместе. Третья глава Колоссиным, первый и второй стих. Готовы? Читаем. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите Вышнего, где Христос сидит по правой руке Бога. А Вышний помышляйте, а не о земном». Расширенный перевод. «Если вы вместе с Христом были подняты из мертвых для новой жизни, вы рождены для новой жизни? Понимаете, да? Он говорит именно к вам. «Если вы вместе со Христом были оживлены для новой жизни, то есть разделили Его воскресение из мертвых, то задайтесь целью искать богатство, вечные сокровища, которые в небесах, где Христос сидит по правую руку Отца». Во втором стихе расширенного перевода сказано «Помышляйте и продолжайте помышлять». В одном переводе сказано «Устремись чувствами к небу». В расширенном сказано, что мы должны начать думать о небе и сохранять такой строй мыслей. «Помышляйте и продолжайте помышлять о горнем, а не о земном». Откуда мне знать, что мыслите о небе? Ответ в Библии. О чем говорит Павел? «Помышляйте и продолжайте помышлять о Слове Божьем, а не о том, что происходит на земле и не соответствует Божьему Слову». «Помышляйте и продолжайте помышлять о Слове Божьем». Речь идет о позитивном мышлении? Нет, не о том, как думать позитивно. Я рассказываю, как мыслить в соответствии со Словом Бога. Речь идет о настройке разума на волну Божьего Слова и о том, чтобы не сбить эту настройку. Это похоже на настройку нужной температуры в термостате или на настройку времени в часах. Апостол пишет, «Помышляйте и продолжайте помышлять о Слове Божьем». Братья и сестры, важная мысль. Ничего в жизни не поменяется, пока мы не изменим образ мыслей. Ничего. Можно неделю или месяц просидеть в раздумьях об изменении обстоятельств, но толку не будет. Нужно менять основание, то есть мышление. Начинать нужно с фундамента, с ментальности. Если воспринимать эту сферу как маленькую, думать как о незначительном аспекте, то будем идти на поводу у дьявола. А он желает, чтобы мы сквозь пальцы смотрели на свои мысли, то есть перестали думать, о чем мы думаем. Так ему удастся продолжать разрушать нашу судьбу, сеять смятения, парализовать жизнь и делать все, что ему заблагорассудится. Видите, сатана разработал стратегию против нас. Он хочет подарить нам упадок духа и держать нас подальше от всего, что связано с Богом и Его волей. И хотя мы знаем, нужно изменяться, но полностью пренебрегаем рычагом для преображения, то есть своим мышлением. Чтобы изменить образ мыслей, нужно думать, о чем я думаю, и принимать соответствующие решения и проверять, противоречат ли Библии то, о чем я думаю. Размышляю ли я о библейских стихах? Заметьте, это наша ответственность. Бог и ангелы этим заниматься не будут. Это наша обязанность. Дьявол будет рад настроить наш ум на свой лад, ведь он хочет накидать туда мусор. Это мы должны заставлять себя размышлять. И размышлять нужно о Слове Божьем. Брат Доллар, я не знаю, о чем написано в Библии. В Хьюстоне у людей проблема. Без надлежащего погружения в Святое Писание, мы и не поймем, что наш разум не настроен на Божье Слово. Слава Богу, что есть церковь, куда мы приходим и получаем Слово. Отсюда и наши диски с проповедями, где звучит Слово. Но мы сами должны стать добытчиками Слова. Недостаточно подержать в руках учебную Библию Скоуфилда в надежде, что ее содержимое окажется в уме. Мы должны изучать Библию самостоятельно и думать о библейских истинах. Когда так делаешь, переживаешь чудесное присутствие Божье, Его доброту. Господь начинает действовать в нашей судьбе, ибо мы изменили образ мыслей. Если я знаю, как живет человек, то гарантирую, что точно скажу, о чем он думает. Ведь наша жизнь — плоды наших помышлений. Следите за мыслью. Послушайте, вот в чем суть. Прочитаем из расширенного перевода стих 2. «Помышляйте, продолжайте помышлять о Слове Божьем, а не о том, что происходит на земле». Когда видишь, как люди борются с депрессией, отверженностью или осуждением, можно сразу назвать причину проблемы. Они поглощены мыслями о себе. Единственный повод для депрессии и всего этого — мы слишком много думаем о себе и о том, что происходит с нами, с нашим браком и семьей. Где взять деньги на оплату аренды? Мысли о потраченных деньгах, смотрим на успех других. Все мысли направлены на себя. Я открыт для негативных эмоций, потому что поглощен мыслями о себе. Но когда думаешь об Иисусе Христе, меня перестает беспокоить то, что заботило раньше. Снова зададимся вопросом, «О чем я думаю?» Повернитесь к соседу и скажите, «Настало время задуматься о том, о чем мы думаем». Хорошо? Когда в Писании в этих стихах говорится об усилиях, направленных на развитие благочестивых мыслей, то речь идет о ментальности. Итак, что такое ментальность? Ментальность — это склад ума. Если думать как неудачники, то получишь в подарок ментальность неудачника. Если мыслить как успешные люди, то сформируется ментальность успешного человека. Если думать о поражении, то получишь ментальность проигравшего. Если мыслить как победители, то сформируется ментальность победителя. В основе ментальности — умственный настрой. То, о чем я думаю, определяет мою ментальность. Если я хочу ментальность победителя, процветающего человека, мышление побеждающего, то мне нужно настроить на это ум. Не ждать, что небо это сделает за меня. Сделать это должен я, чтобы начать размышлять над обещаниями Бога. Всякая проблема, с которой мы имеем дело, обнаружит наш настрой и реакцию на трудности. Всякая проблема, с которой люди имеют дело, обнаружит их настрой и реакцию на трудности. Трудности постучались в нашу дверь? Если все в порядке с мышлением, то мы и встретим их как надо. Только надо спросить себя, о чем я сейчас думаю. Вот что произошло, и вот о чем я думаю. Так мы будем правильно смотреть на трудности. Всякая проблема, с которой мы имеем дело, обнаружит наш настрой и реакцию на трудности. Успех базируется на правильном мышлении. Поражение — на неправильном. Жизнь — есть результат мышления. Удача основана на правильном мышлении. Неудача — на неправильном. То, что есть в нашей судьбе, является результатом нашего мышления. Все берет начало в разуме. Скоро я расскажу об истине. Бог хочет поработать с нашим мышлением. Хватит думать так, как мы думаем. Причем мы этого не осознаем, и как результат ничего не изменяем в этом плане. Станем контролером своих мыслительных процессов. Возьмите ответственность за мысли, а потом проверяйте, помышляете ли вы о Слове Божьем. Хотите успеха? Мыслите правильно. А правильное мышление гармонирует в Библии. Хотите жить в неудаче? Значит, должно быть неправильное мышление. Между ним и Писанием нет ничего общего. Хотите поставить цели на будущее? Все зависит от нашего мышления. И снова книга Притчей 23,7. Давайте откроем. Притчей 23,7. Изменишь мышление, изменится жизнь. Не изменишь, жизнь не преобразится. Ничто в жизни не изменится, пока не поменяешь мышление. Я имею в виду, можно получать больше денег, использовать новые возможности, но если мыслить по-старому, то наше мышление приведет к тому, от чего пытаемся убежать. Вроде, Бог, я верю, что проблема не во мне. Просто нужно переехать в другой город, завести новых друзей, устроиться на новую работу и найти нового приятеля. Зачем приятель новый? Вам нужно обновить мышление. Что произойдет, когда вы окунетесь в новизну? Мышление осталось старым. Оказавшись на новом месте, вы создадите ту же атмосферу, из которой убежали. Ваш образ мыслей создаст те же отношения с новым приятелем, какие были со старым. Не нужен вам новый приятель, потому что... Дальше вы сами знаете. Интересно, мы всегда смотрим на других людей как на причину наших проблем, тогда как эта причина у нас в черепе. Битва в разуме. Мы должны обратить на нее свое внимание. Можно взять человека, у которого нет ничего, и преподнести чудесный подарок, Библию, и убедить его обновлять ум по Слову Божьему. Так он сможет и мир изменить. Я имею в виду не только его внутренний мир, но и судьбу ближних, а все потому, что он решил так мыслить. Заставим же себя так думать. Мы должны заставить себя так помышлять. Просто нужно осознавать, о чем мы думаем. Вот так мы обретем силу для необходимого исправления. Откроем притчу 23,7. Каковы мысли в сердце его? Таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе. А сердце его не с тобою. Каково сердце наше? То есть глубина сокровенной части сущности, настоящий человек, духовный человек, наше сердце. Так мы и будем мыслить. Как человек думает, такое и сердце у него. Как мы думаем, такое и сердце наше. Так вот, если вам не нравится свое сердце, дух, в общем, вы сами, измените тип мышления. Соломон предостерегает, мысль определяет то, что в сердце. Как и о чем мне следует думать? Откроем филиппийцам главу 4. Филиппийцам 4. Пока открывайте, скажите соседу, измени мышление и жизнь. Филиппийцам 4,8. Мне нравится седьмой стих. И Божий мир, который выше всякого человеческого понимания, сохранит ваше сердце и ум во Христе Иисусе. Божий мир сохранит наше сердце и ум во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. То, что вы слышали, поняли, чему научились, когда пришли в церковь, чему научились, когда проводили с Богом время, когда читали Библию, слушая диски, размышляйте обо всем этом. Восьмой стих в расширенном переводе звучит так. Что касается остального, братья, то все, что истина, достойно почитания и уважения, значимо, все справедливое, чистое, прекрасное, приятное, доброе, привлекательное, благодатное, что добродетель и превосходство, если есть то, что достойно хвалы, размышляйте об этом. Обдумывайте, принимайте во внимание, постоянно прокручивайте в уме. Еще раз, прокручивайте в уме. Опять скажу, что это наша часть. Прокручивайте в уме. Мы должны прокручивать в голове все это. Что мы должны прокручивать в разуме? Филиппийцам 4.9 в расширенном переводе. Исполняйте то, чему научились, приняли, слышали и видели во мне, и ведите соответствующий стиль жизни. И тогда Бог мира, Бог спокойного и безмятежного благоденствия будет с вами. Знаете, что Бог говорит? Думайте в соответствии со Словом Божьим. Я буду с тобой. То есть, с нами прибудет Бог мира. Богу сложно быть с нами, когда наши мысли идут вразрез с Его Словом. В 55 главе Исаии Господь сказал, «Мои мысли не ваши мысли. Ваши пути не мои пути. Не пути мои». Кто-то сказал, «У нас проблема». Нет. Бог дает ответ, «Вот вам мое слово». Благодаря Ему вы начнете думать, как я. Благодаря Библии вы будете видеть все, как вижу я. Должно быть, в моем хождении с Богом связующая нить Библии и устремление мысленного взора на нее. Брат Доллар, я не хочу размышлять над библейскими стихами. Есть другие, более важные вещи. В этом-то и проблема. Есть другие вещи. «Поважнее Библии». А я толкую о простом и при этом жизненно важном. Это поможет Святому Духу действовать в вашей судьбе и вершить великие дела. Книга книг говорит, что есть лисята, которые портят виноградник. Есть и в вашей жизни лисята. Вы не думаете, о чем вы думаете. Может быть, причина в том, что вы не слушаете Слово Божие снова и снова. Скажите, «Размышляю о Библии». «Думаю о Слове». «Помышляю о Писании». Когда вы что-то обдумываете, спросите себя, «Соответствуют ли мои мысли Божьему Слову? Согласна ли Библия с моим желанием?» А она не против той телепередачи, что я посмотрел? Не против того рэпа, что я послушал? Откуда все приходит? Общество так нагружено информацией, а людям и невдомек. Каков ее источник? Люди говорят, «Все так думают, ну и я тоже буду». Братья и сестры, позвольте заметить, то, что все думают так или иначе, не всегда означает, что Бог согласен с мнением этих всех. Может быть, что вашу точку зрения поддерживают немногие, но говорю вам, если вы стараетесь мыслить по Писанию, «Вашу жизнь будет приходить сила». И даже в церкви люди приходят сюда, обновляют ум и живут по Библии. Именно это мы, братья и сестры, рассматриваем. То есть организованную систему мышления. Организованную систему мышления, где есть цели. Люди с неорганизованной системой мышления всегда подчиняются тем, кто ей обладает. Те, кто считает, что необязательно уделять время оценке своих помыслов, всегда работают на тех, кто делает наоборот. Они всегда подчиняются тем, кто контролирует свои мысли. Есть руководители, есть последователи. Порой последователи не хотят думать сами, а потом следуют выводам, сделанным другими. Допустим, предприниматель должен иметь организованную систему мышления. Наверное, наступило время освободить кого-то от обязанностей. Больше не хочу об этом слышать. Мы кричим тут, и этого довольно. А вы тут ходите, и... Какие замысловатые проповеди. А ведь нам надо танцевать и восхвалять Господа. Весело время проводить, а потом приходить и говорить о нашем мышлении. Не думать о нашем мышлении. Займите своим. Нет, нет, нет. Я стараюсь изменить вашу жизнь к лучшему, говоря, что ничего не получится, если не изменить мысли к лучшему. Продолжим. Исайя 26 глава. Очень важно быть в церкви, где учат правильно мыслить. Подумайте о церкви, где учат обратно. Вы-то думаете, что вас учат правильно, но вы заблуждаетесь. Терпите поражение по всем фронтам, потому что слушайте учение, которое из порождения плоти человеческой. Его никак нельзя назвать библейским. У вас неправильное мышление. Вы мыслите неверно. Именно здесь актуален стих «Пекутся о душах ваших». Вот почему я как пастор могу прийти к точке, когда я не расту и не меняюсь. Со мной должны постоянно происходить, как говорили греки, метаморфозы. Я должен быть всегда открытым для изменений, корректировки, обновления. Если я не буду открыт для изменений и корректировки, то пропущу что-то важное о посланиях о благодати. Но из-за того, что я открыт для всего этого, я настроен так. Надо вернуться и опять это посмотреть. Необходимо проверить вон то еще раз. Вероятно, нужно снова это прочитать. Возможно, надо бы вновь помолиться об этом. Вот так надо ходить в вере. Я Доллар. Что? Вы не знаете, кто я? Чего? Меня зовут Крафлодоллар. И... Да какая разница, что за странное имя? Вы что, прочитали его на чем-то надгробии? Что он означает? Ладно, юмор в сторону. Вот что главное. Будем гибкими, чтобы Святой Дух делал то, что Он хочет и когда хочет, с вашей судьбой. И если вы достигли такой порыв в жизни, что вы готовы изменяться и при этом считаете себя во всем правым, и сфера мышления вас не заботит... Нет, так не бывает. Достигаешь новой высоты, но при этом снова нужно изменяться, снова что-то делать и узнавать что-то новое. Опять что ли в школу поступать? Да нет. Снова детей воспитывать, что ли? Нет. Не нужно это все вновь делать, хотя в то время выработались хорошие привычки. Я ценю прогресс. И мне нравится настоящее время. Аминь. Можно на минутку задуматься и порадоваться за настоящее время. Невозможно себя... Знаете, какая самая большая трагедия многих христиан приходит в церковь в воскресенье по адресу Бердет Роу-2500? Еще там улицы Парадайз и Норд Кросс. Какая самая большая трагедия? Приходят в церковь, слышат ответы Святого Духа и никогда не следуют Его совету. Вот где трагедия. Вот где трагедия. Когда они продолжают ходить по кругу, где только неудача, по кругу, где лишь поражение, так и кружат они. А все потому, что не хотят думать по-новому. Никто им уже порекомендовать ничего не может, ведь они уже думают о себе, как о никчемной личности. У них нелепые доводы о том, что они умнее всех. Ведь они купили авто и дом. Ну и что, что у них свой дом и автомобиль? Кто знает о причине их покупок? Обладание материальными благами не всегда свидетельствует о мудрости своих владельцев. Дом, машина. Что мешает нам изменить мышление? Что заставляет ожесточаться, каждый день противиться советам Святого Духа? До победы остался один сантиметр. Чтобы она стала нашей, нужно принять один, только один, совет Бога. Но нет же, мы противимся. Слышу, хлопки идут сверху, а тут люди думают, проповедь скоро закончите? Позвольте сказать, что я не изменю свой образ мыслей, а я так мыслю с 1942 года. Нет, не поменяю. Да и поздно уже менять. Даже в таком возрасте не поздно учиться чему-то новому. Все в жизни поправимо. Итак, вы в плену у своего мышления. Откройте сердце. Я так рад, что я открыл свое сердце, чтобы слушать, смотреть и проверять, и не коснеть в своих традициях. Библия говорит, из-за ваших традиций Божье Слово не может ничего сделать в вашей жизни. Вредное традиционное мышление сделало Божье Слово бессильным. Вырвите с корнем старые мысли. Ведь это ложь. Вырвите. Перестаньте плохо думать о тех, кого вы мысленно отправили в ад. Они будут открывать врата рая. Потому что вы думали, что эти люди пойдут в ад. Потому что вы были заняты исполнением закона Моисея. А сами-то не понимали благодати Божьей. И вы думали, что Бог не все грехи вам простил. Может быть, только те, которые вы совершили до покаяния. Вы так думали? Это порочное традиционное мышление. Из-за него вы сидите на мели. Бог хочет. Он думает о вас хорошо. У него есть путь. Он уже построил путь для хорошей жизни. Раз уже есть путь для такой жизни, почему я не иду по нему? Потому что из-за своего мышления вы в затруднительном положении. Вы не можете начать путешествие из-за своего неправильного образа мыслей. Безусловно, брат Доллар, не ожидайте, что однажды Бог даст нам процветание. В моей жизни это было. И он может это повторить. Он сделал это для сынов Израилевых. И однажды вывел из Египта три с половиной миллиона человек. И все за один день. Как это возможно? Но если один раз творец так сделал, то может и повторить. Кто мы такие, чтобы ограничивать Бога, говоря, что Он может делать, а чего нет? Исайя 26 Стих 3 Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Как вы думаете, мир важен в эти последние дни? Ты хранишь в совершенном мире? Кого Бог хранит в совершенном мире? Того, кто думает о Боге? Проверьте. Бог делает в нашей жизни то, во что верит наш разум. Бог хранит в мире тех, кто думает о Нем. Вот исчерпывающее определение слова «мир». Оно происходит от еврейского «шалом», то есть полнота, во всех аспектах жизни. Достаток и порядок. Достаток и порядок. Бог говорит, «Я сделаю так, что в твоей жизни будет достаток и порядок, если будешь постоянно думать обо Мне. Я сохраню тебя. Я исцелю тебя. Я освобожу тебя. Я дам успех в твоем деле. Я сделаю это». Единственное, что нужно, постоянно думать обо Мне. Как сказано в Евангелии, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Наше дело — верить. Хвала Господу. Посмотрим, что Господь сказал. «Того, кто думает о тебе, почему? Ибо Он полагается на тебя. Ибо Он полагается на тебя. Он думает обо Мне, потому что Он полагается на Меня. На Господа положи всем сердцем своим. На свой ум не полагайся. Стоя на путях Его, познавай Его. Он направит стези твои». Бог говорит, «Если доверяешь Мне, продолжай думать обо Мне. Не о себе помышляй, а обо Мне». Я знаю, что у тебя искушение думать о себе. Замечали, когда утрачивает отношения с близкими? Сложно различить, кому из них больнее от разрыва отношений. Эгоизм хочет запрыгнуть в наш разум. Но с вами же этого не произошло? Субтитры создавал DimaTorzok